Всем привет! Сегодня будем разбирать и ремонтировать головку блока цилиндров двигателя 4S. Автомобиль Toyota Camry 1992 года. Такая вот камрюха. Двигатель 4S. Но чем он примечательный, этот двигатель? Двигатель примечательный тем, что головка блока цилиндров абсолютно одинаковая, что на двигателе 4S, 3S, 5S. Поэтому зрители, которые будут смотреть это видео, могут посмотреть, как вообще ремонтируется головка. Делаю я один двигатель, а ремонтировать его, если посмотришь, можно три двигателя. Они серии S, японские двигатели, созданные в 80-х годах прошлого столетия. Но, тем не менее, очень надежные двигатели. Выпускали двигатели от серии S до 2007 года. То есть, сравнительно недавно прекратили выпуск автомобилей с такими двигателями. И Toyota Camry, и RAV4, и Townice. Короче говоря, известный надежный движок. Ну что, приступим. Первым делом соблюдаем технику безопасности. То есть, отключаем аккумулятор. Тут он привернут на одну, на вторую. Ну, ничего, он нам мешать не будет. Отсоединяем минусовую клейму. Всегда. Ну, так рекомендуют. Далее. Плюс можно не трогать пока. Теперь, так как машина обесточена, нужно заниматься дальше. Снимаем. Для того, чтобы снять головку, снимаем воздушный фильтр. Крышка корпуса воздушного фильтра крепится вот на такие защелки. Так вот, прямо на раз. Ну, чтобы ее снять, нам нужно освободить вот этот патрубок впускной от проводов, шлангов. Ну, и открутить, естественно, хомут. Хомут уже, скорее всего, не родной. Родные немножко не такие. Обязательно вот здесь вот, сверху фильтра, идет вот такой вот датчик температуры всасываемого воздуха. Не забывать потом одеть. Сам шланг высох. Видите, его изолентой обмотали. Вот. Поэтому сдергивается тяжело. Сначала корпус с ним совсем дубовый шланг, поэтому придется сначала снять крышку фильтра. Опа, хомут упал. Вот отсюда хомут, про который я говорил, что не родной упал. Сам фильтр. Вот это вот корпус фильтра. Вот так вот. Вот так вот. Видите, вот про что я говорил. Это изолентой замотали. Ну, видимо, чтобы сэкономить, не покупать этот патрубок. Видите? Видите? Теперь, пока дело далеко не зашло, обязательно нужно слить тасол, потому что головку, если снимаем, тасол обязательно сливается. Ну, вот, с маслом, масло, скорее всего, тоже бы желательно слить, потому что, если мы его не сольем, начнем потом снимать головку тасол, можно, может быть, можно, можно попадать в масло. Это не совсем хорошо. Освобождаем яму. Готовим к слитью тасола. Так, для слитья тасола залез я под автомобиль. Видите, здесь вот такая защита пластиковая. Вот она. Отверстия почему-то в ней не предусмотрены. Для слитья тасола. Да, ничего я не заметил. Поэтому, скорее всего, ее придется отвернуть. Ну, отворачивается легко. Вот болт. Вот, вот саморез. Короче говоря, ничего интересного. отворачивать буду без камеры, потому что у нее сейчас грязь начнет сыпаться. Ну, это, конечно, уже местного разлива саморезы. Это не тойотовские. Так, здесь. Вот это вот уже похоже на тойотовские. Видите, болтики. Так. Откручиваем, продолжаем дальше. Видите, сама защита с двух половинок. Сейчас вот здесь чего только нету. Так. Тут у нас саморезы. Под отвертку, под ключ. Да. Вот видите, саморез как погнулся. Вот. Покручивать пришлось. Снял я, короче, обе половинки. Вот он, кранчик, с которого сливают тасол с радиатора, то есть охлаждающую жидкость. Ну, если смотреть по ходу движения, вот эта вот лыжа посредине, это вот правая сторона, это левая. Так вот, ближе к правой стороне вот этот кран. Сейчас попробуем слить его тасол. Да, прежде чем его открывать, сначала откроем крышку радиатора, чтобы вакуум не создавался в системе. Вот она, тойотовская крышка радиатора. Пока будет сливаться, положу сюда крышку. Потихонечку, не спеша, вот так вот подставили тазик. Видите? Какой-то свой тазик задевал я пластиковый. Выпросил у жены металлический. Потихонечку. Ах ты! Рука не идет. Обычно у тойоты идет, мы бы вознимем плоскогубцы. аккуратненько, аккуратненько, чтобы чтобы не сломать, хотя она ни разу не ломалась, мою бытность, но тем не менее, чтобы не сломать, то так сорвал. И рукой начинаю раскручивать. И сразу же ставлю тазик под него. Сейчас, так как крышка снята сверху с радиатора, может струей такой побежать. Вот тут пипка должна быть, видите? Она сломана. Но ничего, подождем, мы не торопимся, потому что, если открыть, она, представьте, вот такой струей побежит, вот сюда будет бежать, на меня, меня обольет, поэтому пусть бежит. Ну, подождем минут 15. Немножко приоткрыл, чуть побольше, видите? Тасол быстрее побежал. Для антифриз, как кому нравится. Вообще, правильно тасол. Вот смотрите, поперечная тяга, вот эта вот поперечная тяга, вот она идет, 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 вот сюда, и подходит, подходит вот левая ступица, видите, крепится она не на яйца, как в современных автомобилях, ну, так называемые яйца, стойки, поперечной тяги, стойки стабилизатора, вот, а крепится через саленблоки, как в наших девятках, ну, конструкция немножко другая, конечно, но тем не менее, то есть, тут яиц никаких нет, видите, и я думаю, машина от этого, и сколько не пострадала, яйца делают, чтобы отменить вот эти вот саленблоки, мне тут комментарии, я на свою Хонду менял яйца, и говорили, о, саленблоки девяточные так работать не будут, вот, смотрите, какой саленблок, какая рулевая, какая поперечная тяга, и все прекрасно работает, поэтому саленблоки тоже будут работать, подсказка, там, наверху, посмотрите, в правом верхнем углу, как я менял девяточные яйца на Хонду, двигатель сзади, весь он в масле, вот я вижу, что там, он там вдалеке, видно трамблер, и на нем висят капельки масла, то есть, масло бежит через сальник трамблера, скорее всего, и с этой стороны, так, с этой стороны, неизвестно откуда, но тоже бежит, видите, все мокрое, тасол бежит достаточно долго, но есть еще способ ускорить, выбегание его, сейчас покажу, радиатор на отопление, отопление, охлаждение, радиатор охлаждения, и сюда можно просто взять и дунуть, здесь вот, только вот эту, трубку закрыть пальцем, а сюда взять и дунуть, сейчас покажу, вот смотрите, закрываю, то есть, создаю избыточное давление, и быстрее тасол бежит, но это так, ради прикола, ну, в принципе, все, видите, немного терпения, вот этот вот кранчик, и вот он, тасол, все слил, сейчас буду отсоединять патрубки, и продолжать работу, естественно, чтобы повторно использовать тасол, я его сейчас солью, в пятилитровую бутылку, ну, и залью, естественно, второй раз, когда буду собирать машину, вот видите, какой бы чистый он ни был, тазик у меня был достаточно чистый, вот, грязь в системе есть, получилось примерно 4 литра, там еще блоки немного осталось, но это я потом постараюсь собрать, всем пока, сливайте тасол, продолжаем подготавливать автомобиль к съему головки, тасол, я сейчас показал, как сливали, можете посмотреть, дальше, смотрим, смотрим, теперь, наверное, снимать будем трамблер, он нам здесь не нужен, примерно замечаем, в каком положении стоит трамблер, видите, немножко он, как бы на раннее зажигание поставлен, поэтому я так запоминаю, примерно, потом все равно буду устанавливать по стробоскопу, ключ на 12, отворачиваем, прежде чем отворачивать, сниму, конечно же, провода высокого напряжения, опа, для удобства отворачивания можно вот этот вот шланг с дроссельной заслонки, нам ее все равно снимать, опа, вот так вот, вот так вот, так, да, два болта, один с этой стороны, или нет, один болт, нет, один болт, трамблер держит один болт, вот этот вот, болт, вот такую трещотку ставлю я, сорванный, поэтому, тут 12-гранная головка, надо на 6-гранную взять, 6-гранная головка на 12, все, сорвали, не понял, еще что ли, что-то крепит, вручную вытащить не могу, пробую помочь отверточкой, вот она, выходит, там его, видать, засадили на герметик, потому что, как я уже и показывал, масло из-под него бежит, вернее, даже не из-под него, а через него, через трамблер, отключаем разъемы, все, центральный провод, центральный провод, тут примотан, поэтому снимаем его отсюда, с трамблера, вот такой вот трамблер, внутри в трамблере стоит сальник, из трамблера, такой вид открывается, сейчас нам надо будет снимать, этот коллектор, впускной, вот этот вот, снять два болта, здесь открутить, выпускной коллектор, естественно, ну, буду сейчас снимать кожух выпускного коллектора, то же самое, головка на 12, шестигранная, чтобы не сорвать грани, обычно эти болты, на коллекторе откручиваются хорошо, потому что температура большая, закисать не дает, не забываем вот про этот болт сбоку, да, кстати, нам кожух помешает снять провод датчика кислорода, то есть вот этот провод, поэтому он, по идее, должен где-то крепиться, не вот так болтаться, видите, место для крепления, но надо его разъединить. Разъем разъединил, все, теперь я легко и просто сниму вот этот кожух. Если есть возможность, конечно, лучше пользоваться разными наборами, видите, у меня вот трещоточка маленькая, маленькая набор, потому что большая сюда не лезет, и поэтому я могу ее промучиться долго, если буду большой головкой. Так, ну и там последний болтик. Кожу подкрутил, снимаем. Вот такой вот вид открывается. Это выпускной коллектор чугунный, где Toyota. Чтобы нам его снять, нам нужно открутить вот один, два, три, четыре, пять, шесть болтов. Да, шесть болтов. Ну, естественно, вот здесь вот открутить вот эти кронштейны, чтобы можно было его вытащить, открутить его от глушителя. перед откручиванием немножко полью ВДшкой. О, ВД-60, видали? Раньше было ВД-40, сейчас ВД-60. Думаю, если другую цифру написали, то у нас сразу встал. Супер-мупер. Так, вот он, молтик. Ну, и там еще под низом. Пока они будут киснуть, я откручу генератор. Потому что, пока генератор не откручу, не откручу, вот, видите, два болта. Пока не откручу генератор, не получится снять выпускной коллектор. Вот так вот. Все. Пусть. Натяжное устройство генератора. Кстати говоря, вот эти старые натяжные устройства мне больше по душе, чем сейчас делают современные. То есть, типа, автоматически. Отпустили. Теперь вот этим болтом ключ на 12 или головка. Сейчас будем освобождать. Еще вот этот болт открутить, он еще на этом крепится. Сильно уж крепко. А тут ключ на 14. Видите, крутанул, и генератор сразу, вот он, начал ходить. Сдерживаем с него ремень. Снимаем разъемы. Снимаем разъемы. Этот на болту, на 10 ключ. здесь у нас, а здесь у нас откондиционер и разъем, потому что кондиционера, ничего нету. Вместо кондиционера ничего нету. Все, отворачиваем этот болт. Снимаем генератор. Вместо кондиционера, кто-то textbook, ход на 15. Х Cinco, зашли на 15. Texas форме, генератор снят продолжаем дальше продолжаем отворачивать выпускной коллектор снизу придется наверно вот эти места надо завернуть назад болтики чтобы они не потерялись все болты которые я скручиваю с их мест по возможности надо я так делаю закручиваю в по возможности назад потому что потом все теряется забывается поэтому когда все на месте она как-то на месте обязательно вот здесь вот снизу я буду откручивать выхлопную трубу обязательно помажу видите тут три болтика так хуже не будет вот эти гаечки которые крепят выпускной коллектор эти шпильки торчат далеко поэтому я беру длинную головку на 14 и ей попробую сейчас сорвать их серьезно прикручена два болта сорвал вот этот и вот этот немножко сбоку подошел ну и оставшийся последний болт гайку вот эту откручивать него не буду пока не откручу все снизу то есть здесь сбоку и снизу щуп масло масляный щуп верни я щуп убрал чтобы легче было подлазить вот к этим болтиком опа тяжко но идет откручиваем коллектор от кронштейна а вот нижний болт видите откручивается вся шпилька полностью ничего страшного это чугунное тело завернется опять так же откручиваем скобочку последнюю последний болт и останется нам внизу открутить три болта чтобы отделить коллектор от выпускной от выхлопной трубы вот один два три сейчас я сделаю удлинитель и попробую открутить один болт уже сорвал попробую опа есть и третий все откручивается нормально только открутить потом отодвинуть вот на этой гофре вот на вот этой штуке на мягкой отодвинуть все и выпускной коллектор там наверху можно будет снимать так открутил тащим вниз все вот видите вот это вот подвижная часть вот это вот сейчас покажу вот она гофра вот она дала возможность сдернуть сдернуть отсюда все вот она все идем наверх откручиваем последнюю гайку пробуем снимать немножко поторопился здесь вот здесь вот оказывается еще датчик датчик перегрева катализатора вот его надо тоже разъединить внизу разъединять неудобно так что сначала вытащу пропускной коллектор с катализатором там внутри должен быть катализатор папа а его там нету его уже выбили здесь вот внутри должен быть катализатор но его здесь нет разъем вот такой вот выпускной коллектор катализатора нет еще раз говорю все впускной коллектор снят вот так вот выглядит двигатель без впускного коллектора грязнущий зараза говорят контрактный но что-то я снизу посмотрел там вот видите поддон и вот он герметик наш российский белый обычно контрактные двигателя просто ставят и не разбирают хотя вот здесь вот мух чего не знаю что тут такой видать валялся очень долго ладно работаем дальше дальше снимать головку нам надо снять вот эти тросики тросик управления газом вот он и тросик управления коробкой передач они от одного как бы идут это откручивал все прикрутил на место ну а здесь ключом на 14 ослабляю одну сторону чтобы можно было так раз и вытащить тросик так а нижний тросик ключ на 12 ключом на 12 отворачиваем нижний тросик запоминаем каждую гайку что я откручивал именно вот эту гайку и вот это вот это не трогал это потому что она как бы отрегулированы все дело если я сейчас скручу убегайте то вся регулировка пропадет а вот так вытаскиваем сами тросики раз раз теперь их откидывать сторонку здесь вот один тросик видите цепляется вот сюда вот на скобочку оба тросика уберем вот сюда снимаем вот этот вот хомут продолжаем готовить головку для снятия это хомут патрубка который идет на радиатор охлаждения второе хомут снимаем немножко мешать будут так вот видите тут метки сверху чтоб не перепутать как-нибудь вот так вот хотя перепутать сложно теперь задача открутить эти два булка и гаечки с этой стороны с этой чтобы отодвинуть этот тройник или четверник прикипела надо сбивать или сдергивать всего снята так вот теперь обязательно открутить вот этот болтик это держит по трубке которые идут к помпе охлаждающей жидкости помпа вот она утка идут по трубке по ним шоу-то стол он крепится вот здесь вот в этом месте крепится и будет мешать снимать головку на поэтому сразу отвернем все отворачивается ну не все много ключом на 12 на 14 шестигранное надо брать это сорву вот видите отлетел проводок от датчика давления масла от разъема ну чё соединять придется скорее всего он уже и был потому что он должен быть вот так он уже и был сломанный сейчас просто доломался ну ладно ворачиваем пока этой стороны это вот это этот датчик отсюда тоже все аккуратно снимаем но очень аккуратно потому что вот эта штука пластиковая может я пытаюсь опа вот она отлетела видать уже клееная было уже была клеена а он видно даже клей на ней по моему так что вот эту штуку эту штуку придется купить очень аккуратно я снимал а в ней даже и нету пластика она просто была приклеена теперь обязательно нужно снять вот этот вот датчик потому что хотя можно и наверное с ним снять посмотрим посмотрим снимаем вот эту штуку хомут с лакома тормозов далее 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 снимаем с этого вакуумного клапана шланги один шланг второй шланг далее снимаем за щеку для того чтобы пуску на коллектор здесь с этой стороны тоже хомут сначала снимем крышку клапанов чтобы снять крышку клапанов надо крутить 4 гайки 1 2 3 4 на колонцах головки блока цилиндров ключом на 30 вот таким вот вот на четвертую идет придется скобу снимать скоба держится на двух болтиках один я уже открутил второй на 12 ключ шестигранник то есть на 12 сам болтик наносим ставим на место болты чтобы не терялись снимаем этот шланг потому что он нам будет мешать крышку клапанов снять мать нужно аккуратно опять же вот эта пластиковая штука автомобилю больше 20 лет все это высохло какие дела можно принципе вот здесь вот попробовать ковырнуть это я вытаскиваю клапан чтобы не сломать вот он клапан обязательно не просто там трубка именно клапан поэтому отворачиваем последнюю гайку вытаскиваем вот такие уплотнения шайбы или уплотнения колодцев даду я уже вытащил сейчас покажу как следующее то есть поддеваю их отверткой и вытаскиваю место резина задубившие куплены новые сальники шайбы будем вставлять новые крышка подготовлена осталось ее только снять поднимаем вот этот вот пучок с проводами маленько маленько его отводим в сторонку и за крышку так вот аккуратненько все снято двигатель надо сказать неплохом состоянии я имею ввиду чистый даже можно сказать маловато масло здесь на нем ну посмотрим вот они форсунки за которых была снята эта крышка и крышка не только из-за форсунок откручивать болты крепления головки блоку цилиндров все равно бы ее пришлось снимать неудобно немного капот видите капот слишком длинный и спереди подлезть неудобно я хотел форсунки отстегнуть добавим цвета попробуем отстегнуть отверточку сюда нажимать неплохо отстегивается так форсунки сняты теперь теперь бы нам убрать вот эту провода а чтобы их убрать там видите провод вниз идет это он идет к массе идет к датчику детонации поэтому придется лезть вниз откручивать внизу чтобы поднять провода здесь и убрать их косу проводов надо перекинуть вправо но там не мешает сейчас посмотрим вот видите внизу вот она эта коса идет которая на массу то вот 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 я поближе другой рукой не могу подлезть и вот к этому датчику детонации вот надо их отсоединить камеру убираю получится так сниму а